Приветики, похер, мы тут сразу, мы-то обычно с вами перед обзором всегда такие, ля-ля-ля, тополя, есть такая-то ситуация, есть вот такой-то там рынок, есть такой-то там автомобиль, и вот у нас такие-то вот есть вопросы, и давайте разбираться, но сегодня будет видос такой, что типа вопросы будут у меня, и хуй знает, разберемся мы в них вообще или нет, потому что ответов на них не существует. Но самый главный, ты вот такой подходишь и говоришь, черри, это что такое? Разбирающиеся люди в сортах китайских автомобилей скажут, что это черри тига 4 про, вот, если что это не тига 4, черри тига 4 и 4 про, это разные автомобили, ну в смысле это одни и те же автомобили, но разные, с большими отличиями. Здесь у нас типа версия про, типа, хайлюкс, макс, там, вот это вот все, вот эта вся фигня, и это еще, ну типа, хороший автомобиль, это самое важное, что нужно сказать, в смысле, хороший относительно китайцев, не в принципе, а хороший в смысле относительно черри тига 4, вот, не относительно в целом всех автомобилей. И вот ты лезешь в большое количество статей, обзоров, там, прочего-прочего, смотришь на то, как все люди, там, журналисты такие, типа, ну вот, у них все получилось, это отличный автомобиль, убийца Хион Декрета, бла-бла-бла, тополя, и вот я, когда самый первый раз оказался за рулем вот этого автомобиля, а я за ними уже поездил, ну, какое-то количество раз, какое-то количество времени, там, типа, всякое такое, и у знакомых, и в каршеринге, и там, на каких-то, там, других мероприятиях, типа, не суть важна. Я за рулем этого автомобиля сидел много раз и всегда горел жопой, но, когда я шел первый раз, это было незабываемо, потому что я иду к машине, у меня в голове вся вот эта вот история по тому, что китайцы уже молодцы, они уже научились делать автомобили, уже все хорошо и так далее, и скоро наш российский рынок падет перед величием вот этих вот великолепных автомобилей, как падет весь мир, потому что сейчас уже китайцы прям идут, захватывают и так далее, и вот они сейчас всем покажут, как надо, и ты со всеми этими мыслями идешь к автомобилю, садишься в него и такой, ебать, это что? Это как? Почему так через жопу? Черри? Алло? Вы же, ну, как бы там, реально иногда бывают светлые мысли у китайских автопроизводителей, реально иногда бывают автомобили, в которые ты садишься и такой, ну, в целом, да, это автомобиль, да, но тут просто... И давайте сразу, ну, к сути. И вот мы за рулем великолепия. Надо понимать, что китайцы, они сами, как бы, особо ничего не делают, они, ну, да, в них есть какие-то разработки, есть какие-то технологии, но в целом, чтобы сделать автомобиль, они просто берут, там, хантят, типа, дорогих чуваков из дорогих компаний, всякое такое. И в Черри, конкретно, там, очень много людей из Porsche, очень много людей из BMW, а Егор Ван Дройр полностью у них куплен, там, типа, туда-сюда. И вроде бы как, если залезть в маркетинговые материалы, то можно найти такую информацию, что подвеску данного автомобиля помогали настраивать специалисты из Lotus. Из Lotus, вот. А у меня есть вопрос. Один. От... Камон, ребят. Это же Lotus. Какая-то жопень была. Ой, бля. 3D-обзор, вся охуя. И вот мы едем с настройками от Lotus в семейном автомобиле, который, ну, типа, город, вся охуя. И вот у нас, как бы, лежащий полицейский, 20 км в час, мы 20 км в час, как загадок послушные люди. Собственно, настройки от Lotus в автомобиле, который предназначен для города, для того, чтобы возить людей, ну, в смысле, детей, жен, мужей, там, туда-сюда, вот, там, в садике, вот это все. С мотором, теоретически, 115 лошадей, 113 лошадей, извиняюсь, тут-то 147, ракета, ебанись. И у тебя вот такая подвеска, которая, ну, типа, при любом кипише, при любом чем угодно, просто сразу бум-бум-бум, бдыщ-бдыщ. Любые люки, стыки мостов, лежачий полицейский, вся херня, ты все почувствуешь на своей жопе. Спрашивается, зачем? А потому что, ну, в мире же престижно, что, ну, Lotus, там, спортивная история, нам же нужно натягивать традиции на наш бренд, который, ну, типа, никому особо неизвестен, никому и нужен. Нам нужна, нужна преемственность, там, вся херня. Поэтому мы возьмем, как бы, вот, ребят из Lotus и сделаем вашу жизнь, сука, некомфортной. В тот момент, когда она должна быть у вас комфортной. Нажимаем на тормоза. Забей. Тормозов, если что, ну, как бы, они есть, да. То есть машина-то останавливается, но по педали это вообще не очевидно. И тебе нужно прям... Когда у тебя такие тормоза на условном прадике, с этим окей, потому что у тебя здоровая рамная машина, у которой длинный клевок, типа, там, и они... Хоть у Toyota проехалась там с тормозами, они там слишком слабые, перегреваются и так далее, ты все равно, ну, как бы, ну, тебе окей с тем, что ты едешь на большой машине, ты понимаешь, что у тебя тормозов там плюс-минус нет, и, как бы, ну, ладно. Когда ты едешь в маленьком хэтчбеке, ну, или в кроссовере в небольшом, то тебе, как бы, ну, ты не ожидаешь того, что тут нету тормоза. Притом, ты на них смотришь, а они, ну, они присутствуют. Мы едем вправо, ну, ладно. Может быть, это просто мы изначально машину спозиционировали неправильно, а нет, мы едем правее. Мы сейчас перестроились. Едем... КамАЗ. Едем с МАЗ в Алду, да. Ну что, новая машина. И у нас еще эта версия про, которая доработанная, которая классная и так далее. Надо ли говорить про то, что у нас, ну, как бы, хорошо, ладно, окей. Вы, типа, хотели сделать перчинку в этом автомобиле, хотели сделать так, чтобы тут было, ну, как бы... Более азартно у вас, более азартная подвеска, у вас тогда, по логике вещей, хер с ним, тормоза вам, может быть, не приглядываться. Вам, наверное, нужен руль, в котором будет обратная связь, в котором будет, ну, там, что-нибудь как-нибудь. Но нет, но нет, но нет. Как бы, оно, ну, да, оно... Надо, у нас колеса заскользнули. Это у нас еще здесь стоит резина. Риджстоун. Ну, в смысле, не хуянь, гуянь, дюйонь, дядянь, которая обычно там идет у нас. Ну, собственно, в стандартных комплектациях, это, ну, типа, у нас бридж. Который, в целом, даже, может быть, когда-нибудь на нормальных автомобилях за что-нибудь может зацепиться. Тут, извини. У нас, кстати, да, у нас сейчас соскользнул немножко перед, чуть-чуть. Ну, я специально так сделал. Ты что-нибудь с системой стабилизации сказала по этому поводу? Она здесь есть? О, мы снова едем вправо. Это просто новые технологии перестроения автомобиля. Вы ни хуя не понимаете. Это, ну, удобно. Потому что ты же базово, ну, как, типа, тебе же нельзя занимать левую полосу. Чисто по идее, по правилам. Потому что ты всегда должен ехать справа, а левую полосу использовать только для обгона. Верно? Верно. Вот китайский автомобиль, про это в курсе. Поэтому ты, если что, всегда едешь вправо. Но ты, Станислав Александрович, просто ни хуя не понимаешь. Это же машина. У китайцев получилось. Помните, я на регулярной основе говорил такую штуку, что вот, ну, пока что еще, блядь, не надо китайцев покупать, а вот следующая генерация уже будет, ну, похожа на автомобиль. Вот если мы берем с вами Терри 4, блядь, Терри 4, блядь, Терри 4 Pro, вот эту вот штуку, о которой мне отказывается говорить рот даже, что уже, блядь, на уровне рта неприязнь, то вот именно версия Pro это такой некий переходной мостик к тому, что, ну, возможно, когда-нибудь это будет нормальным, но пока что все еще рано, потому что если мы смотрим на Терри, на Терри, Черри Тига 4, это вообще пиздец, ну, типа, вот особенно дорестайлинговый, там, как бы, ты садишься в салон, тебе даже не нужно в него садиться, ты смотришь на фотографию и такой, типа, блядь, Черри, у вас, как бы, ну, есть дизайнеры из Порше, есть дизайнеры из BMW, у вас управляющий состав в целом, как бы, уже из, ну, нормальных людей собран по всему миру, у вас еще куплен Jaguar Land Rover, у вас уже там, как бы, есть технологии, вы уже должны понимать, что как, к чему и почему, но вот вам салон первой Черри Тига 4, и ты такой, блядь, а почему не сделать одинаковые воздуховоды, почему вот тут квадратный, там, ну, такой, скругленный, и почему у тебя кнопка в реке, блядь, вот здесь, потому что, ну, как бы, какой расчет, что она тебе понадобится, только в том случае, если ты лежишь на боку, и тебе будет удобно, как бы, ну, включать, в смысле, на машине лежишь на боку, и тебе вот, ну, такой, ну, ладно, вот, как бы, теперь можно и в речку включить, потому что, ну, тут они ладно такие, хорошо, мы осознали, как бы, люди, у людей руки заканчиваются, они, как бы, ну, не инспекторы гаджета, у них не вытягивается рука, типа, неудобно, вот сюда перенесли. Берем ту же самую кнопочку аварийки, вот ты первый раз сел в автомобиль, ты видишь аварийку, у тебя вот тут, как бы, ну, сенсорная панель из вага спи, ну, это ладно, сенсоры, ты такой, понимаешь, ну, ладно, ну, раз сенсоры, значит, ты... Ты такой, а, блядь, это кнопка вот здесь. Понял, и при этом, когда ты ее включаешь, ты всегда неминуемо, неминуемо пальцем и ногтем будешь упираться вот в эту вот панельку и все такое, и, как бы, тут владелец не просто так не снимает пленочку, потому что, ну, буквально чуть-чуть, там, 5000 километров, 10000 километров, у нас 14 тысяч километров на машине, здесь будет, ну, как бы, очень плохо все выглядеть, как и здесь у нас весь пластик уже потихонечку затирается, вот эта вся штука вся затрется, это понятно. Самое забавное, что, как бы, вот тут у нас электронная панель прибора, все, и владелец специально не отдирает пленку с нее, потому что она загнана там внутрь под панели, и если ты начнешь отдирать пленку, у тебя кусочки останутся, они будут, ну, как бы, тут торчать, висеть, и это, в целом, проблема, там, Черри Тига Клуба, они, там, всеми возможными методами пытаются их, там, выковырять как-то, есть отдельное обсуждение на форумах, что вот там, типа, ну, надо просто взять какую-нибудь, подковырять, и тогда эту пленочку можно будет вытащить, и она не будет болтаться ошметком, типа, и тебя бесить, но это, как бы, ладно, идем дальше. У нас есть люк, да, у нас вообще, в целом, как бы, китайцы же, чем они, как бы, всех постоянно забирают, что у нас, вот, опции, у нас, там, типа, всевозможные электропакеты, электроприводы, вся хуйня, и вот даже люк у нас в любой комплектации, вот, ты такой, типа, гражданин, едешь в премиальной машине, у тебя есть премиальные, хуй, опции, ну, во-первых, люк, он вот такой, ну, вот, как бы, чуть-чуть, чуть-чуть больше, чем вот у меня, вот, размах пальцев, да, во-вторых, ты, как бы, вот, ты, когда, как водитель, ты можешь поворачивать голову, и ты видишь, весь механизм, у тебя вот здесь, ну, такая проволочка замечательная, на которой этот, направляющая, болт красивый, два, ну, просто, чтобы я его видел, чтобы я его видел, что он там действительно есть, что он работает, это, как, знаете, как в дорогих швейцарских часах, когда у тебя, там, типа, ну, сквозной такой механизм, чтобы ты наслаждался эстетически тем, как там, блядь, все сделано, и какая там тончайшая работа, вот тут вам, пожалуйста, ровно такая же, но, ты такой, ладно, как оно выглядит, типа, можно же им будет пользоваться, да, включись, блядь, спасибо, и у нас, как бы, ну, попи***ди мне, у нас же, как вот, ну, люк, простая штука, у него должно быть два режима, три, закрыто, нахуй, приоткрыто щелочкой, в смысле, что вот так вот поднята, типа, часть люка, и туда, обратно, но ты смотришь, и такой, тут две кнопки, такой, ладно, вот это я нажму, он поднимется, механизм работает, при этом все отлично, замечательно, при этом я, как бы, ну, хочу, чтобы он уехал обратно, и нажимаешь на эту же кнопочку, она не работает, у нас остается один, единственный вариант, это кнопочка, которая, вроде бы, сдвигает его назад, ты смотришь на нее, такой, ну, она же его сдвигает назад, а как его закрыть? Обратно эта кнопка не работает, ладно, нажму на то, что она сдвигает назад, и он закрывается, ты такой, а, ладно, а если я еще раз нажму на то, чтобы она сдвинулась назад, она уезжает, Все в порядке. Но потом ты снова такой, а как, вперед? Вперед кнопки нет. И ты снова такой, а мне нужно еще раз нажать на кнопку, на которой нарисовано прям, что он будет двигать назад или где он будет двигать вверх. Хотя при этом мне нужно его подвинуть прямо. Ну, жмешь вверх, он уползает вперед. Жмешь обратно назад, он уползает назад. Но потом ты еще раз жмешь назад, он уползает еще дальше и еще раз никуда не уползает. Да, поэтому для того, чтобы сдвинуть его вперед, тебе нужно нажать наверх. Нет, видимо. О, механизм. И он его закрыл, не наверх, блядь, закрыл. Ты такой, ладно, я как-нибудь потом с этим справлюсь. Плюс дальше, ребята, как бы, ну, это же кроссовер. И, типа, все такие у нас современные кроссоверы оборудованы специальной функцией, что у тебя, как бы, ну, широкая дверь, да, типа, ну, в смысле, вниз широкая. И снизу я такой специальный молдинг, чтобы владелец всего великолепия. Ни в коем случае, никогда не запачкал свои штаны. И здесь ты тоже такой, типа, вот у тебя резинка, блин, причем чуть не видишь, как она приклепана к двери. Только она не работает. В сети херова куча фотографий, как люди такие, типа, оно же есть, типа, но штаны, на тоже грязное, там тоже есть грязь, потому что, ну, как бы, мы вот сделали, мы не сильно понимаем, зачем оно надо. Мы вот, ну, как бы, на картинках подсмотрели, наклепали. Все, пользуйтесь. И в этом смысл, блядь, всех китайских автомобилей. Потому что оно вот все, как бы, оно вроде бы все есть, но сделало малечек через жопу. Машина новая, 22-й год. Типа, покупки, 14 тысяч пробега. Я вешу мало. Я, ну, типа, у меня 70 килограмм вес. Я не знаю, будет вам слышно, но сиденье щелкает на направляющих. Или скрипит, или... Я не говорю, какого оно профиля, это отдельная песня. Как-то был я, вот я когда садился, был такой щелчок классный. Как диван старой бабушки, знаете? Кайф. А лючок бензобака отдельное искусство, потому что, ну, как бы, просто вот... Надо же сделать лючок бензобака. В смысле, не лючок бензобака, а кнопочку, которая его открывает. Потому что у нас уже, ну, все, кнопочки безопасные и так далее. Но тебе же нужно изготовить для этого кнопку, верно? Верно. А зачем заморачиваться и делать дополнительную кнопку? Незачем, правильно? Поэтому мы просто... Вот у нас есть какой-то кусок пластика на полу валялся. Мы его ножницами вот так вот обрезали, налепили на него иконочку, и вот оно. Я не открываю люк, если что. Это просто металлический тросик, там сзади где-то ебрется. За 2,4 миллиона рублей. Сколько? Столько. Притом, если вы, ну, как бы, человек, у которого есть ноги, а я подозреваю, что вы именно такой, то как бы... Ну, вот у меня они есть, да, веса нет, ноги есть. И в целом, ну, просто забудь про то, что, типа, ты сможешь как-то тут нормально устроиться, если тебе нужна будет дальняя дорога. Потому что, опять же, ну, как бы, у нас же подразумевается, что это семейный кроссовер, в котором нет-да-нет-да-еда нужно ездить куда-нибудь далеко, там, типа, на дачу, там, и так далее. И в Cherry Tiga 4 Pro появились хотя бы регулировки руля, и можно его хоть как-то, ну, там, что-нибудь как-нибудь по себе построить, потому что в Cherry Tiga 4 нахуй идешь просто со всей этой историей. Но сидение осталось плюс-минус такое же. Во-первых, скрипящее, во-вторых, ну, типа, опыт, там, типа, европейских компаний, и хотя бы, ну, посмотрели, что вот человек, это вот такая субстанция, надо под него там как-нибудь удобно сделать кресло, но не до конца. Потому что ноги у тебя, ну, как бы, вот у меня касается только жопа. А по идее у тебя в сидении должны еще, как бы, сами ноги тоже как-нибудь лежать. Но у меня сидение заканчивается ровно вот тут, вот, вот, вот здесь, вот здесь уже закончилось. А жопа-то у меня вот такая, на самом деле. То есть, типа, и... А! Люблю. Подлокотник же, моя любимая. Зачем тебе фиксация подлокотника? Как крышку от унитаза открыл, что там надо взял, закрыл обратно. У крышки унитаза есть фиксация. Не, ну, там тоже, я не знаю, что у тебя за унитаз дома, но в целом у тебя оно вот либо лежит, либо стоит. Все. Тут оно может, конечно, вот так вот как бы есть, но... Люди бывают разного роста. Разной длины тела, всякое такое. И, наверное, ну, как бы, так как это эргономика, было бы удобно, чтобы у тебя был вариант куда-то как-то свою руку класть. Потому что, опять же, все люди между собой немножечко, чуть-чуть, самой малость отличаются. Но здесь тебя посидишь, так, господи. Даже если ты низкорослый посидишь с бардачком в подмышке, ничего страшного, если ты длиннорослый, ну, посидишь вот так. Ты ж пацан, пацан. Вот так и будешь ехать. А нормально, что у нас на фоне мусорка? Можно ее убрать тоже в монтаже. Пожалуй, оставим. То, что тут в багажнике, ну, как бы, ну, сварные швы не смотрим. Просто, нахрен, как лежит герметик, как завальцован металл, срать. Есть вот такая вот увлекательная табличка, на которой, собственно, выбит ВИН автомобиль. Вы точно это замечали на каких-то автомобилях, что иногда бывает так, что, типа, ну, маркируют детали. Это в свое время придумал Лексус, потому что у Лексуса, ну, есть постоянная проблема, что машины угоняют. Типа, любые Лексусы в любой стране мира всегда угоняют, ну, просто потому что, ну, аху**, когда да. Да, и чисто для того, что они постоянно пытаются каким-то образом, ну, типа, воздействовать на свои автомобили так, чтобы было меньше смысла их воровать. И в том числе для того, чтобы, ну, у тебя же обычно, если воруют автомобили, его, типа, разбирают на запчасти, как правило. И Лексус в какой-то момент придумал, что мы, типа, мы будем маркировать все кузовные навесные панели, типа, двери, крылья, капот, крышку багажника. Типа, вот просто будем выбивать на них конкретный ВИН, чтобы было понятно, от какого это автомобиля. Если ты в какой-то момент видишь, что, типа, этого ВИНа нет на детали, значит, это со спичкой машины, минус в карму, вся ху**. И вот, ребята, ну, видимо, что в какой-то момент купили какой-то Лексус, разобрали, посмотрели, ну, уважаемые люди делают таблички, значит, нам тоже надо сделать табличку. Вот и вопрос, есть ли она на дверях? Давайте посмотрим. Тут нет, ну, наверное, здесь, может быть, где-нибудь есть. Может быть, где-нибудь тут снизу? Может быть, тут нету? Только вот крышку багажника промаркировали, и все. Обычному пользователю на это, ну, по большей части, да, я понимаю, но как бы, ну, блядь. В этом смысл весь машины и всех китайских автомобилей, что они, ну, берут что-то, не сильно понимая, нахуй, оно надо, как-то к себе это дело интегрирует, оно как-то существует, но зачем, почему, ради чего, не ясно. Промаркирована только крышка багажника. Зачем? Потому что. И когда ты автомобильный фанат, и когда ты, ну, типа, всю жизнь живешь с автомобилями, вот как я, например, ну, меня просто очень люто бомбит с такого, что, типа, вся машина сделана как-то. Я, например, очень сильно, ну, ценю в автомобилях, что когда у тебя автомобиль целостный. В этом плане даже Opel подходит, потому что у тебя, ну, целостный кусок говна, но он целостный. Он весь, как бы, вот в одной концепции, как и Toyota, как и Lexus, как и Land Rover, типа, все, вот, ну, ну, ладно, Land Rover нормальный автомобиль, а вот это все, оно вот, оно одинаково везде, ну, как бы, с какой-то мыслью сделано. Че? Нормальные тачки не трогай. Про свой Porsche будешь так говорить. У Porsche тоже есть концепция. И оно все сделано, вот, на уровне, что у тебя, вот, типа, есть машина, и там все сделано с определенным подходом. И здесь у тебя просто, ну, Porsche из того, что, точнее, солянка из того, что вот просто вот, ну, валялась по кухне, они все такие, типа, внутрь зафигачили, и вот ты теперь с этим живи. Этим можно пользоваться, да, но надо ли? Не ясно. Мне не ясно. Ну, я, по крайней мере, буду гореть жопой каждый день. Просто, сука, каждый день. И это улучшенная версия, это Pro, для простаты. Ну, багажника нет, понятное дело. Я не знаю, в Крете он больше или нет, но как будто бы в Крете он шток побольше. Там, самую малость, может быть, литров, там, на 20-30. Грустно. Очень грустно. Возможно, в следующих поколениях или еще где-то будет получше. Я уверен, что будет получше, потому что они научатся. Но пока что... Джили Кул Рэй, кажется, да? Кул Рэй это самая лучшая машина в целом на российском рынке. Помнишь, когда снимали Кул Рэй обзор на него? Не, я тогда еще не родился. А, тогда еще не родился. Короче, я сделал ошибку, я Кул Рэй снимал самым первым из всех вот таких китайских автомобилей. Чисто в смысле, что, типа, все говорили, что Кул Рэй это за***ь. Типа, ты вот китайские автомобили не любишь? Типа, ты их не понимаешь? Ну, вот попробуй Кул Рэй. Будет за***ь. Я, собственно, попробовал Кул Рэй. Вот есть, ну, типа, обзор. И, как бы, ну, я такой, ну, это просто странная машина. Ну, как бы, она, ну, да, машина, но, как бы... А теперь, как бы, ну, как бы, чем больше ты в китайские автомобили погружаешь, ты понимаешь, что, а, Кул Рэй, ты пизда, ты на самом деле, потому что вот это вообще... Вот, вот почему. То есть, типа, если реально, ну, там, сидеть и разбираться в сортах, тогда, да, тогда реально, Тугела, Кул Рэй, прям, мое почтение. Все такое. И там даже то, что там робот дергается, тупит, и нихуя не понимает в этой жизни, это ладно, бог бы с ним. Типа, все остальное хотя бы, ну, более... То, что сиденья не совсем удобные, в остальных еще более неудобные, поэтому в Кул Рэй терпимо. То есть, там, вот, ну, такая мысль у всех владельцев китайских автомобилей, что, типа, мы терпилы, но ты не знаешь настоящих терпил. Настоящие терпилы вот там, поэтому у нас еще все заеб... Б**ть! Есть у этого, у Мэтта Уотсона, который корвал, палка-тест, он берет палку, типа, и выхлопы в разные пихает, типа, ну, настоящие, это выхлопление. Тут даже палку пихать не надо, ну, как бы... Ай, мать! Поехали дальше кататься на этом. Зато суппорта красные, б**ть! Тебе нравятся красные суппорта? Если они тормозят, да. А с этим есть вопросы. Б**ть, ну, как на лодке. Ну, как бы, это прикольное ощущение, да, что у тебя, как бы, машину раскачивается, да, при этом она жесткая. Лотос. Лотос. И реально, я когда первый раз сел в обычный Тиго, давай, б**ть, скажите, мои трусики. Я прям, ну, я ехал, я искренне не понимал. И у меня еще была версия просто на 115 лошадей. На 113 лошадей, извините. То есть тут у тебя, ну, трубомоторчик, 150 лошадей. В случае с весом этого автомобиля и в целом, ну, и с его характеристиками, это даже, ну, азартно. Оно может там где-то что-то как-то куда-то тормозов у тебя не будет, но, как бы, на педаль газа оно хотя бы среагирует. Ладно, хорошо. Но как будто бы вот обзор на этот автомобиль лучше, ну, снимать, когда ты просто стоишь. Потому что так, ну, как бы, ты больше позитивной информации можешь донести до людей. Когда ты едешь, это сложно. Это реально очень сложно. Но из плюсов. Что же мне сказать из плюсов? Руль легкий. Пальчиком нужно крутить. Еб***ь, тапки гнутся. Тут у нас какие-то дырки открываются, когда ты руль крутишь. Но ты что, смотреть не будешь? Не будешь. На дорогу смотри. Не будешь? А как закрыть воздуховод? Ну, б**ть, я тебе закрывать воздуховод. Не знаю, Александр Ильич. А, вот так вот. Эгономика. Интуитивная. Мне очень нравится, что у них... Во-первых, тут такая же Big Brain Octavia, типа. И ты такая... Мне очень нравится, что в обзорах всегда показываешь, типа, вот, смотрите, у них графика такая. Это, знаешь, это маленький черри в мире больших октавий, б**ть. Три, еб***ь, рапид. Вот, вот, рапид. Я имею в себя нравится, что все вот эту штуку показывают на парковках. Типа, что вот, смотри, какая графика классная, все отрисованы. Но если рядом появляется что-то, пожалуйста, проверьте окружающую обстановку. Окружающая обстановка выглядит так, что я грибов наелся, потому что сзади тугела вон такого размера. Еб***ь, чем абсолютно. Зато есть как опция? Есть. Есть такое в креке? Честно говоря, не знаю, но, наверное, нет. Ну, немножечко, ну, реализовано немножко через жопу. Ну, а что такого? Оно же есть? Есть. Оно работает, работает. Показываете, оттавил большую, страшную. Показывает. Ну как, давай к Паджерику подъедем. А, он Паджерик не заметит. Паджерик-то, господи. Реально, а почему он не врубается теперь? Ну, только от поворотника, что ли? Да, от поворотника. А Паджер у нас что, небоскреб, еб***ь? А, знаете, кто это? Кашкай такой. Маленькая машинка в большом страшном мире. Итак, газ в пол. С точки зрения динамики, для маленькой машинки, турбомоторчик, он что-то там как-то подхватывает, что-то там куда-то едет, что-то старается. Да, окей. Но идея робота, чуть-чуть, заключается в том, что у тебя очень быстро может думать коробкой, она очень быстро может совершать действия. Тебе не нужно там раскручивать бублик, тебе не нужно раскручивать масло в гидротрансформаторе, тебе не нужно делать большое количество вот этих вот действий, как бы ты сразу нажал и получил то, что хотел. Еще раз. Потому что это фардовский паршифт. Я часто возвращаюсь к такой мысли, что вот у себя в обзорах, что всегда важно, чтобы автомобиль был цельным. Чтобы у тебя была какая-то изначальная идея, чтобы у тебя была какая-то изначальная концепция. И чтобы у тебя, ну, если ты делаешь семейную машину, то она должна быть семейной. Ну, во всех смыслах. Она должна в первую очередь затачиваться по тому, чтобы семье было комфортно, удобно туда-сюда. Поэтому она должна быть мягкой, там должна быть приятной, должны быть опции, должно быть всем все удобно, эргономично. А остальные характеристики, динамики, управляемость и так далее, они потом, они не нужны. Точнее, они нужны, но, типа, они должны быть такие, как они не должны быть у семейной машины, что у тебя не должна быть резкая дерганая тачка, у тебя должно быть все комфортно, плавно, приятно и так далее. То же самое, наоборот, если ты делаешь спортивную машину, то у тебя должно быть все в угоду спорта. А китайцы, так как они не знают, за что схватиться, у них в целом горит все и не получается примерно ничего. То есть да, у них нет, у них все равно есть динамика, они все равно делают машину лучше с каждым разом. Это факт, да, я с этим не спорю. Но все равно они иногда делают очень странные вещи и нелогичные, что вот у тебя машина, ну, городская, для того, чтобы возить детей, для того, чтобы возить жену и так далее. Мне зачем жесткая подвеска? И это они, кстати, ее еще расслабили, потому что, опять же, в Chery Tiggo A4 все хуже, все еще жестче. Ты подрагиваешь на всех неровностях с учетом тормозов, то есть они как бы что-то там как-то укусят, что-то там как-то схватят, но к ним нужно адаптироваться. Потому что у тебя очень длинная педаль хода, она очень невнятная, у тебя очень невнятный руль. И ты как бы, ну, делаешь машину с огоньком, но сделай это до конца. Не нужно брать один элемент чего-то, засовывать его, и у тебя все начинает рассыпаться. Я не понимаю. Может быть, я тупой? Наверное, ты тупой, Станислав Александрович. 12 лет занимаешься вот этой всей херней, и вот так и ничего я не понял. Ой, а эта штука крутится. А зачем она крутится? А, это свет. Во-первых, держимся в левой полосе, пытаемся, по крайней мере. Во-вторых, вот, ну, приборка, да? Для чего существует приборка, выброс в зал? Видеть информацию актуальную. Чтобы ты мог ее быстро считать? Да. У тебя для этого, в том числе, типа, стрелочные все вот эти штуки, они делаются для того, чтобы ты, как водитель, в какой бы ты машине ни сел, ты мог просто очень быстро кинуть взгляд, типа, и считать все необходимые показатели. Здесь у них в целом, ну, да, типа, приборка в основном сделана для того, чтобы считывать скорость. Это первое, что ты считываешь, и то, к чему ты чаще всего обращаешься. Здесь у тебя вот такая вот эта огромная цифра. Да, она считывается быстро. Зачем она меняется с точностью до километра, неизвестно. Но это ладно, это хоть просто в обычных машинах сделан ход 2 километра, либо 3 километра. Когда ты там, типа, у тебя небольшое изменение скорости, оно, в смысле, не быстро, что ты едешь 80, потом через эту скорость, это 81, он тебе на одну цифру перескочит. Но когда ты, типа, тормозишь, он тебе начинает скидывать по 3, по 5, по 7 километров, просто, чтобы не так сильно тебя сотропить в глаза. Тут у тебя просто, ты в какой-то момент джекпот выиграл, и у тебя... Это первое. Второе, вот, ну, исходим из того, что тебе нужно быстро кинуть взгляд и понять то, что тебе нужно. В данный момент, вот, у нас, ну, просто обычная приборка. У нас там написано слов, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать слов. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать аббревиатур. Ну, типа, там, КМ, Л на 100 Л, на 100 КМ, типа, вот эта всякая фигня. И, наверное, ну, типа, со временем ты привыкаешь, там, что-то там смотришь, что-то там видишь, и, в целом, начинаешь считывать эти показатели. Но изначально оно вот просто вау. Естественно, у нас шрифт весь разный, у нас везде разные межстрочные промежутки, некоторые надписи в МВ, газаи. У меня идеальное зрение, у меня единица. У меня оно изначально было плохим, я сделал операцию, вот уже там типа много лет хожу со сделанными глазами, типа единица, все отлично. Но даже я с единицей, сразу температура воздуха, мне чтобы ее прочитать, надо прям приложить большое-большое усилие. Но когда-нибудь они научатся, когда-нибудь они сделают нормально. Вот типа в мультимедиа уже кириллица получше, уже получше, да. Она другая, нежели на приборке, тут тоже другие шрифты, тут другое все, хуйки. Оно хотя бы отдельно в вакууме выглядит по-другому, в смысле нормально, приятно. Здесь у нас, естественно, по традиции тоже другие шрифты, другая тонкость шрифтов туда-сюда, а на руле четвертое, это ладушки. Это бог пустим. Я искренне считаю и убежден, как человек, который много-много лет сидит за рулем, который катается на разных автомобилях, который уже много там что-то успел повидать за свою автомобильную жизнь, в принципе, да, там типа и спортивного вождения, и... Вас, кстати, никто никогда нигде не пропустит. Я всегда за то, чтобы мне дали цельный автомобиль, понятный в руле, понятный в тормозах, понятный в управлении, понятный в использовании, во всем таком. И хуй с ним, что у меня не будет на нем простроченной торпеды и дермантинов. Лучше у меня не будет как бы вот такого резинового замечательного подлокотника, пусть он будет пластмассовый нормальный, но при этом пусть у меня будет нормальное сидение по форме. Я лучше буду сидеть, типа, в нормальном, эргономичном, трепичном сидении, чем буду сидеть в пи... да, там, резиновом, который тебе продают как кожу сидении, но при этом оно мне будет постоянно насиловать спину, потому что постоянно у меня будут ноги как-то висеть, но очень странно. Я вот за такой подход. Типа, лучше пусть у меня будет цельный с точки зрения управления автомобиль и с точки зрения понимания, что вообще тут происходит, там, и так далее, нежели у меня будет какая-нибудь вот такая красная пи... строчка. Катя, просто вот, ну, нитку типа пускают через торпеду и все, ты такой е... лукарит. Потому что даже весь этот набор опций, он, как бы, он у тебя вроде есть, вроде бы тоже немножечко сделан через жопу. И автомобиль весь в целом, ну, блин, сделан через жопу. Вот ты, условно говоря, покупаешь Hyundai Creta или какой... Блин, это выглядит, как будто я начинаю прям сильно топить за крету, но, условно говоря, что еще есть такое маленькое вот в этом же сегменте? Из нормального, по-моему, это больше особо-то ничего и нет. Селтас. Ну, это та же самая крета. Ну, Vitara еще есть. Не, Vitara уже старая. Ну, похер. Hyundai Creta, окей. И ты просто ей можешь из коробки пользоваться. И тебя там ничего особо сильно бесить не будет и раздражать не будет. Типа, да, ты можешь там беситься, что, ой, пластик там не пластик. Ой, типа, что-то у нас как-то сильно простенько. Нет какой-то строчки хитро замороченной. Нет там, типа, красной кожи пущенной через салон и так далее. Но при этом сама машина тебе вопросов... Ты у тебя к самой машине вопросов никогда не будет. Никаких. Ты сразу садишься и ты говоришь, да, все, мне все понятно, все удобно, все нормально едет, все так, как я ожидаю, там, туда-сюда. И все работает так, как должно работать. Вот как Android старых образцов, которые тебе нужно будет купить из Китая. И там дальше ты такой сидишь, куришь мануалы, типа. А какие прошивки, а как там сделать так, чтобы оно все работало, сидишь, куришь форумы, сидишь, куришь, там, туда-сюда. Пытаешься в этом деле разобраться, ковыряешься руками, потом ты по итогу допилил. И молодец, ходишь гордо и всем показываешь, что вот у меня все получилось, замечательно. Но вот так вот взять из коробки пользоваться не совсем получается. Да, уже лучше, но еще не до конца. Я всегда вот за тот подход, что, типа, если уж ты пришел и платишь деньги компании за продукт, какого хера ты должен потом что-то там доделывать? Какого хера тебе нужно сети думать про подкрылок, про правый, что у тебя там, типа, приводные ремни и всякое такое, тебе нужно с этим что-то как-то заморочиться. Про левый подкрылок тебе тоже не надо думать, потому что там, как бы, провода и всякое такое. Вообще, в целом, все подкапотное пространство, что, может быть, где-нибудь уплотнитель вот этот вот, который тут у тебя висит и, типа, ты постоянно пачкаешь, зачем тебе это все? Но людям почему-то нравится, я не понимаю. Вот у нас есть Hyundai Creta, да, основатель класса, условно говоря, и, типа, автомобиль, который я постоянно привожу в пример, что вот, можно сделать нормально. И вот, как бы, этот автомобиль стоит покупать, типа, в этом сегменте, в этом, типа, размере, там, туда-сюда. Но к Creta существует большое количество претензий, что эта шушлайка никуда не едет, особенно если это 1.6, там, 0 плюс лошадей. То есть, там, типа, прям, вот, все страдают очень сильно, что вот, ты, там, 1.6 купил на автомате, а если ты еще и с полным приводом это дело купил, ну, ты просто, ну, как бы, такой нажал, ждешь, и, может быть, когда-нибудь ты сдвинешься с места. С двухлитровым мотором все попроще, но там тоже все равно гидромеханические автоматы, все такие, типа, вот, блядь, типа, гидромеханические автоматы, он, там, хоть он и современный у Hyundai, но все равно он съедает заметную часть мощности, а в случае с Creta у тебя мощности нет вообще никакой, и как на этом вообще можно ездить? Фу-фу-фу. И вот у нас, ну, как бы, ПРО-версия. ПРО это, наверное, обозначает простату, потому что, ну, точно, типа, думали чем-то, что находилось в жопе, когда создавали этот автомобиль. Возьмем мотор. Их тут у нас осталось, по сути, две версии. Полторашка атмосферная, полторашка турбовая. Полторашка атмосферная 113 лошадей, турбовая 147 лошадей. Бывает еще двухлитровый атмосферный мотор, но он, типа, не везде встречается, он, в основном, был там, типа, раньше похер на него. Если мы берем вот полторашку атмосферную, да, то и смотрим на индекс, то у нас там индекс SQRE 4G15. И для особо озабоченных задротов 4G15 что-то договорит. Что тебе говорит 4G15? Что-то там. Что-то там. 4G15. Да, мотор от Mitsubishi, грубо говоря. А существует такая серия моторов, типа, там, туда-сюда, которая еще ставилась. В какой? Правильно, в 9-й лошадей. Вот, 13-й мотор, помните, там, был такой. Вот, это примерно та серия, там, полторашка еще была, это вот все примерно одно и то же. И вроде бы как черри не совсем признается в том, что, типа, тут у нас мотор от Mitsubishi. Они такие, у нас тут свой мотор, мы там дохуя чего поменяли, оно вообще совершенно другое. И да, оно действительно там в каких-то мелочах другое, но в базе это старые-старые моторы Mitsubishi, но не оригинальные моторы Mitsubishi, а собранные в Китае по лицензии Mitsubishi, моторы, китайцами, вы поняли. И в целом, ну, как бы, оно нормально. Оно ездит, оно ходит, даже турбовый мотор тоже вроде бы как должен существовать, потому что там все-таки у нас турбина Honeywell. Honeywell-то у нас что, Гаррд? Верно, да. И оно, как бы, ну, еще как-то плюс-минус может существовать. Но ты потом, как бы, в целом смотришь на то, как оно собрано, и появляются вопросы. Но прежде чем мы начинаем говорить про сборку, у нас же еще есть что? Правильно, коробка. И у нас же обычно, типа, все такие, типа, ну, вот, китайцы, там же тоже, они берут технологии, используют самые лучшие и так далее. И в случае с турбовым мотором у нас тут что? Робот с двумя сцеплениями. Ты лезешь в номенклатуру, и там, дитрак, 6DCT250, как-то так он называется, типа, не суть важная. И все такие, ну, вот, Стасон, ты же всегда говорил, что немецкие роботы с двумя сцеплениями, это же... Это же прям вершина, это же прям за***сь, они же уже нормальные, они же уже не ломаются, все охуенно. Классно отстреливают передачи, там, туда-сюда. Да, но, 6DCT250, это что? Автоэксперт, давай. Кто автоэксперт? Что? Где? Где? Здесь есть, здесь их нету. А, Toyota же делает вещи, да, все остальные автомобили. Короче, 6DCT250, это фардовский форшифт. Самая ебанная роботизированная коробка передач, которая существует с двумя сцеплениями в целом. Я такой, черри, сходите в FAV, он у вас там через дорогу стоит, условно говоря, сходите в FAV, они в Volkswagen-то собирают, посмотрите там, вот там коробка нормальная, есть. Через дорогу, купите там лицензию, собирайте, вам же какая разница, ну, по большей части, вот. Но там понятно, что у нас как бы Mitsubishi, он присирается с гитраком, присирая работает с фардом, там это все. Да, понятно, но это, это не тот робот, это, ну, опять же, собранный по лицензии китайскими ручками на китайском заводе робот, вот. Да, гарантия 5 лет, да. Но на вторичке, а-а-а, я вам крайне не рекомендую. Но это если агрегатка, в случае там типа с новыми автомобилями, это же все нормально, доста сон, да что, на гарантию походит, не переживай. Да, но, потом мы смотрим на то, как это сделано. Вот у нас уплотнитель, да, который сделан для того, чтобы не летело какое-то говнище под капот, потому что у нас же, как бы, ну, суровые российские условия, у нас же грязь, говно, ямы, всякое такое. И очень важно, чтобы у нас там, ну, ничего не корродировало, там, туда-сюда, вот. И у нас кузов оцинкованный, там, туда-сюда, и вот у тебя уплотнитель. Ну, ты же его делаешь для того, чтобы говнище не летело, верно? Верно. А зачем дырка в середине? Ну, ты либо сделай полностью, ну, либо ты не лепи вот это, оно же не работает. Ну, симметрично зато. Зато это базар Узира. Потом ты суешь жало под капот, и такой, ой, я землю вижу. И такой, погодите, а у нас же вот, ну, с левой стороны мотора, ну, если от мотора, то это правая сторона, ну, вот, вот тут, короче. У нас тут приводные ремни, тут всякое, там, вертится, крутится, всякая хуйня, и ты видишь землю, такой, подождите, а если посмотреть с колеса? А если мы возьмем, ну, просто, как бы, выкрутим руль, сейчас оно, заведись, ага, завелось, так, руль выкручен, классно. Ты такой подходишь, такой, ну, типа, а что у нас здесь? А у нас тут приводной ролик, прям с ремнем, смотри, как ты вертится, и всякое такое, ну. А, это кто? О, ебало, машина! Притом, блин, вот тут работают люди, которые работали там. Ты про белорус? Нет. А, хорошо. Ну, так вот, как вы думаете, по нашим суровым российским условиям, когда ты грязь, говно, ветки, вот это все, ну, как бы, у тебя же еще здесь колесо, у тебя же вот оно, ну, зимой, снегом, всей хуйней, оно вот там, ну, как бы, месяц. И нормальные автопроизводители, в целом, ну, давным-давно придумали подкрылки. Но там нет, просто, ну, нахуй не надо, действительно, у нас же Черри Тига Про. Берем, откручиваем в другую сторону, засовываем жало сюда, и есть на что, правильно, вся электроника коробки с датчиками, со всеми фигней, но это уже Ягуар Ландровер постарался. Они так умеют делать, вот Черри, собственно, так и сделал. Дальше ты смотришь, видишь шильдик Валио, и Валио, вроде бы, как, ну, нехуй собачий, это, как бы, ну, нормальная контора, которая, ну, там, типа... Это, которые отопление делают? Шоколадки. Это, ребята, делают электронику. Ну, а на чья? Наверное, японская. Французская. Французы же у нас славятся тем, что умеют делать электронику, верно? Пежо-клуб, Ситроен-клуб, как вы там себя чувствуете? Светит у вас все в порядке, все работает, ошибок никаких нет, все заи... да, спасибо. Пошел ты нахер! Про сварные швы, ну, в целом, это, как бы, ну, нормальный Китай, то есть, типа, ты просто берешь, открываешь любую херню, любой сварной шов, любое, вот, что, где у тебя есть, там, заворот металла, а где у тебя есть клепка, там, и так далее, и там оно, ну, оно сделано как-то, типа, по-разному, везде, ну, до любых, мы же, просто, у тебя тут напильником подпилили, здесь герметик ху** положили, ты такая, да, пукой, нормально, бюджетная же машина, это же допускается, допускается, да. Надо ли говорить, что в Хёнде Крете таких приколов нет? Оно все просто ездит, просто потому что оно продумано, сделано на нормальных ирегатах и может ездить долго, вот, все, и это, на самом деле, это реально очень сложная задача, сделать нормальную, продуманную, хорошую бюджетку, где у тебя будут прикрыты все нужные провода, где у тебя не будет просто так болтаться ролик, ну, типа, в общем, это улучшенная версия, то есть, они на этом поработали. Черри Тига 4, который дореставил, он еще хуже, там все еще грустнее, у нас же главные фанаты всякого говна, в смысле китайских автомобилей могут сказать, что, типа, не, ну, это же, ну, как бы, проверенные технологии, проверенное все, тем более, мотор, там, Атланцера 9, это ж, вот, ему всего лишь-то 18 лет, вот, и тут у нас распределенный впрыск, здесь у нас, ну, нормальная турбина, но все будет ездить, посмотрим, а, за 2,4 миллиона рублей. В чат скидывал, я на Тига 7 про ехал, и он был свежий, в каршеринге, и там внутри была табличка проварена, видимо, каршеринг доваривает швы и кидает табличку. Нет, каршеринг, слава богу, ничего не проваривает, потому что, если бы каршеринг еще что-то проваривал, было бы, понятно, что в современных условиях у нас, как бы, китайские автомобили, нам выбирать не из чего, туда-сюда, но, как бы, я бы лучше бы пока поездил бы на ВАГах, даже на пилях, прости господи, и Берлинга мы пока менять не будем. Да в смысле? Да почему? Ну, Стас, ну, блядь. Да поменяем, поменяем, не переживай, но не на китайца, но не на китайца. Сидеть сзади, это просто пи***ц. Почему? А что такое? Что такое? А что такое? Честно говоря, я и тебе тоже не завидую. Не, ну, я-то сейчас, как бы, сижу и выйду, а что там делать, там же, ну, как бы, продуманное сиденье для того, чтобы дети там сидели. Если ножки коротенькие, то, я думаю, продуманное. А ты же, при том, не самый рослый еще. Метр восемьдесят. А, метр восемьдесят, извините. Извините. Может показаться, что я такой, типа, о, нашел пару дырявых мест. Сейчас как ды***усь. Сейчас из мухи раздую слона и всем скажу, что, типа, вот, как бле-бле-бле-бле-бле-бле. Жоп, бле-бле-бле-бле-бле-бле. Репетировал, репетировал, а теперь все думают, что ничего не учил. Типа, а что, это в ВАГе у тебя там таких приколов нет? А в немцах еще такого нет? А в японцах еще такого нет? Все как-то такое. Да, ну, типа, в машинах бывает в разных моделях какие-нибудь конкретные про... Серии, иди в жопу. И бывает, что там, типа, в каких-то машинах, там, может быть, там, какая-то детская болячка вылезти и так далее. Но так, чтобы у тебя весь автомобиль, куда ни посмотри, был какой-то кривой, косой. Такое крайне редко случается. Реально крайне редко. И с учетом того, что Chery, это уже, как бы, ну, не хуй собачий, это девятая автомобильная компания в мире по объему продаваемых автомобилей. Они уже не дети. Они все, они уже, ну, типа, играют в серьезные игры. Они много автомобилей производят, они много автомобилей продают. У них много разных компетенций уже куплено и так далее. И чисто с того, что ты уже, как бы, забрался далеко и вырос, действительно вырос. Типа, реально, чуваки делают, типа, прикольные вещи. Иногда. И, как правило, они у нас на рынке. Уже пора взрослеть. Все, у тебя, тебе уже какие-то детские недочеты. И какая-то вот эта вот олиповатость и какая-то странность автомобиля, она уже, как по мне, непростительна. Потому что ты уже и стоишь, как автомобиль. И уже играешь в лиги, где уже, ну, типа... Да идишь ты нахуй. Потому что ты уже и стоишь, как автомобиль. И ты уже играешь в лиги с другими пацанами, которые реально умеют там, типа, делать автомобили. И можно, конечно, ходить, как большинство, собственно, людей во всех медиа и делает, и петь оды, что, типа, вот, уже прям кайф, уже прям, это уже не тот Китай, который был 15 лет назад, и все такое, сейчас уже ребята делают хорошую машину, уже посмотрите, уже подушки безопасности есть, уже все системы есть, уже все, блядь, да, и справедливости ради, ну, действительно, ну, как бы так и есть, да, типа, эти автомобили, это уже не то, что Китай делал 15 лет назад. Но я на такую штуку не куплюсь, потому что это все еще плохо, потому что, черри, алло, вы можете лучше, вам уже пора делать лучше, уже все, уже можно, уже, ну, хватает компетенций, уже надо сесть, подумать, сделать хорошую машину и предложить ее рынку. Понятное дело, что мы, как, собственно, страна, не то, чтобы там сильно интересны черри, потому что, опять же, вот, черри продает миллионов на мили в год, да, у нас она продает примерно 40 тысяч автомобилей в год, то есть мы, типа, с точки зрения объема продаж всей компании, 4% всего того, что они продают, это немного. И, типа, ради нас, понятное дело, что никто ничего разрабатывать не будет. Но ведь проблема в том, что они берут эту машину откуда-то и со своих рынков, и она там примерно такая же, и это странно, просто очень странно. Поэтому я в очередной раз недоволен и против, и не надо, и рано, не надо туда соваться. И сейчас есть большой вой по поводу того, что вот, остались только китайские автомобили, а вот, а если надо покупать новый, а если вот у меня мой старый, он уже прям совсем все кончился, умер и так далее, бла-бла-бла-бла-бла. В этом плане начинает выигрывать та стратегия, которую я, как бы, собственно, ну, всегда диктовал и говорил, что, типа, надо покупать нормальный, если говорить про вторичку, надо покупать нормальный бушный автомобиль, с которым все в порядке, который понятно, как обслуживать, с которым в ближайшие 4-5 лет ничего не случится. И те люди, которые вот таким образом, там, вместе с нами или просто самостоятельно покупали машины в 20-м, в 21-м, в 22-м, у них сейчас нет пламя в жопе для того, чтобы поменять машину. Потому что очень часто, как бы, новую машину покупают люди в огне, тогда, когда у тебя, вот, ну, типа, твоя старая машина разваливается, она уже стоит очень дорого в содержании, там, ее уже невозможно отремонтировать, либо это очень дорого. И ты тогда, ладно, хорошо, я это дело скидываю и иду покупать новую машину. Если года полтора назад не было никаких проблем, сейчас есть проблемы, и все такие, оп, оп, а как это мы, как это мы, и нам теперь придется вот это покупать. Да, придется. Либо ездить на нормальной машине, которая вам еще будет, там, служить лет 5 без проблем, а к тому времени уже и нормальные машины даже от китайских брендов появятся. А пока что я бы не советовал, не советовал, потому что слишком сильно я вас люблю для того, чтобы вы ездили в чем-то подобном. Оно не ужасно, но и не возбуждает. Знаешь, бывают такие женщины, когда смотришь, но в целом, ну, не ужасно. Я не буду поддерживать этот разговор. Но и в целом не возбуждает. А что такое? Как меня постоянно хтосить за то, что я тут про мужиков и геев шучу. Это да, а ну давай женщин, да, обсудим. Вот бывают такие женщины. Женщины прекрасны. Факт. Да, но некоторые не возбуждают. Мама, например. Ты сволочь, блядь. Извините. А что, идеальное описание? Прекрасная женщина, но не возбуждает. Само может плохо стало. Как удобно не поворачивать правую полосу. Надо такого времени отловить машину, чтобы типа она... И все. Только интересно, надеюсь, мы будем сейчас тормозить. 90 градусов не вписывается. Все-таки руль, наверное, будет повернуть, да? Редко получается, что знаешь, ты берешь какой-то обзор, и просто вот, просто ну хуй стучишь машину. У меня так непривычно. И мне так неприятно часто это делать, потому что, ну, как бы, ты... Получается, что, как бы, объясняешь большому количеству людей, кто купил у тебя автомобиль, что вы сделали неправильный выбор. Вроде как-то неудобненько от этого. Но что поделать. Пока. Собака. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин